Приветствую, друзья! Давайте в этом видео спланируем работу по админ части над блогом. Как вы помните, основная идея этого проекта в том, что мы разрабатываем долгий, длинный, длинный проект и его невозможно подготовить заранее, то есть спланировать все абсолютно части. Поэтому каждая следующая задача, она базируется на ошибках предыдущих и каждая задача не идеальна, она может создавать ошибки для будущих задач. Мы максимально приближены к реальному проекту, на данный момент разрабатываю этот проект только я, хотя вы на самом деле можете мне помогать в этом, создавая пулл-реквесты в мой гитхаб. Более того, опыта в разработке такого уровня проекта у меня не так много, поэтому большинство примеров, которые я тут делаю, это больше как исследование для меня личное. Я пытаюсь разработать то, что я хотел бы сделать, но при этом делюсь с вами информацией о том, как у меня это получилось сделать. Соответственно, много решений здесь не идеальных, далеко не идеальных. Их нужно с осторожностью использовать в продакшене. Нужно убедиться, что оно действительно жизнеспособно, прежде чем реально это брать в продакшен. Но надеюсь, общая идея, общий ход мыслей, размышлений вам нравится. От этого проекта я также получаю достаточно много удовольствия, когда вы пишите в комментариях о том, где можно было сделать лучше, там, где-то я не досмотрел, там что-то я не доработал. Мне эти моменты очень нравятся, потому что я могу лучше понимать фреймверк, лучше понимать Angular, NestJS благодаря вам. Так что всегда жду от вас комментария, всегда жду от вас совета. Внимательно это читаю, становлюсь лучше ради вас. Давайте приступим к планированию админ части. Первый пункт это Layout System, что я подразумеваю под этим. Это некоторый шаблон нашего сайта, верстка, например, боковое меню, шапочка, футер, ровно так же, как это сделано в WordPress, либо в OpenCart. Обратите внимание, есть шапочка что в одном, что во втором случае, есть боковое менюшечка, контент, который может меняться в зависимости от страницы, а может быть очень похожий друг относительно друга, единственное, источники данных меняются. У OpenCart менюшечка разворачивается поприятнее, чем у WordPress. У WordPress менюшечка выпадает в сторону, а когда мы на нее жмем, то она показывает как изнутри. В Layout нет ничего сложного, это немножечко верстки, немножечко компонентов, которые, например, в шапке должны показывать, под кем мы залогинились и давать возможность разлогиниться. Есть дополнительные кнопки действия, однако мы на них сейчас сильно не обращаем внимания, потому что у нас еще нет фронтенда, переходить еще некуда и действовать пока не над чем. Но само боковое меню достаточно интересное. Так как решение, которое мы разрабатываем, является модульным, то значит каждый модуль может сказать, что ему нужен какой-то пункт меню для того, чтобы перейти в таблицу редактирования данных этого модуля, либо форму редактирования данных этого модуля. Что это значит? Это означает, что боковое меню должно быть собирательным. Мы должны передавать с каждого модуля свои пункты меню с их порядковым номером, с метаинформацией, касательно откуда брать данные, откуда брать метаинформацию, какого типа будет отображаться страница по клику, и далее это меню отправлять на фронтен для отрисовки. Кстати, отрисовывать его будет вот такая замечательная Angular 3, MAT3 точнее, которая по дизайну в принципе очень сильно нам подходит. Мне она нравится, я хочу его использовать для отрисовки бокового меню. Еще второй важный момент в том, что не каждый пользователь должен иметь возможность увидеть все пункты меню, потому что мы можем нанять человека, который обслуживает только комментарии, ему нельзя давать доступ к остальным пунктам меню, потому что потом мы не найдем кто крайний, и почему человек, который редактирует комментарии, может вообще изменять посты. Этого не должно быть. То есть тут уже в роль вступает права доступа. Права доступа мы будем разрабатывать не сразу, но при разработке меню уже нужно этот функционал заложить. Таким образом, разработка этого бокового меню будет очень интересной архитектурной задачей. Тем более, что у NestJS есть куча проблем с этим, о которых я буду говорить в следующих видео. Вернемся обратно к плану. Кроме Layout System нам еще нужны гриды. Как вы понимаете, на сайте много что завязано на гриды. Страницы это гриды, комментарии это грид. Мы когда переходим к конкретной сущности, по навигации чаще всего это сущности, то мы видим таблицу, в которой сосредоточен список этих сущностей. Есть сортировки по определенным колонкам, тут есть фильтры по определенным критериям, тут есть поиск по данным, тут есть массовые действия, тут есть единичные действия над одним элементом. Как вы понимаете, грид достаточно функциональный, но достаточно однотипный. И разрабатывать под каждую сущность свой грид это бессмысленно. Поэтому нам нужен один компонент, который реализует эту логику, точнее один модуль, грид билдер так называемый, с которым мы будем передавать параметры, и он будет рисовать все согласно конфигурациям, которые мы в него передали. На всех страницах нужен поиск, не все колонки должны сортироваться, и это все должно настраиваться как раз через конфигурацию. Это будет вторая часть нашего плана. Третья часть это собственно формы редактирования. Мы можем зайти сюда, нажать кнопочку, и мы увидим, что нам доступен такой классный форм-билдер. Однако я его не предлагаю реализовать сейчас. Я предлагаю реализовать простейшие формы по типу Label Poly, Label Poly, Label Poly. Может быть там какой-то визивейк редактор или еще что-нибудь. Нажали сохранить. Данные обновились. Если есть ошибки, вывели соответствующим образом валидации, собственно все как у всех на сайтах. Формы, они тоже однотипны, они унифицированы, поэтому нам нужен движок для разработки форм, в который, в этот движок мы будем передавать мета информацию и получать разнообразные формы, имея всего лишь один модуль работы с формами. Вы наверное сразу догадались, что и гриды, и формы должны иметь возможность расширения. То есть мы не можем заранее угадать все возможные типы колонок, которые нам понадобятся, и мы не можем заранее угадать все варианты инпутов, которые у нас будут. И это не нужно. Мы должны предоставить возможность регистрировать динамические компоненты для того, чтобы рисовать какие-то инпуты, либо колонки. Четвертый пункт, не менее важный для любого сайта, который состоит из модулей, это настройки. Как вы понимаете, разрабатывая какой-то модуль, если вы его сделаете в единственном возможном варианте настройки, то есть установили модуль, он сразу включен, сразу выполняет определенный набор действий, то такая логика может подойти не каждому кастомеру. И поэтому нужно иметь возможность какие-то функционалы включать, какие-то выключать, элементарно менять формат вывода каких-то значений, например, дат. И поэтому нам необходимы будут настройки. Настройка это некоторая форма, которая является собирательной, то есть много модулей, подкидывает туда свои параметры, и мы получаем в конце концов одну большую форму. Когда эта форма прилетает на бэкэнд, мы собираем опять со всех модулей мета-информацию. По этой мета-информации понимаем, какие поля куда сохранять, и их сохраняем. И после этого модуль может пользоваться этими значениями, причем в начале значения должны браться как значения по умолчанию, из конфигурации формы, если они никогда не были сохранены, если база данных еще пуста. Тоже достаточно интересный, достаточно мощный функционал. Будет интересно его реализовать. Я им в основном только пользовался во всех возможных CMS, но никогда его не разрабатывал с нуля. И последний пункт, я о нем уже много говорил, это Access Control List, то есть функционал доступа согласно списку доступов у конкретного пользователя. То есть мы предоставляем права доступа конкретному пользователю на просмотр каких-то ресурсов, либо просмотр каких-то настроек. Кстати, настройки тоже должны быть включаемы и выключаемыми для определенного пользователя. Не так, что вообще наш пользователь может либо настраивать, либо не настраивать, а он должен, заходя в раздел настроек, видеть только те поля, которые ему доступны. То есть наш модуль должен сказать, вот это поле доступно только пользователям, у которых есть такое право доступа. В этом случае ACL будет завершающим этапом по разработке вот такого ядра нашей админки. Большинство логики ACL мы уже реализуем в Layout System и в сеттингах. Доработать нам останется совсем чуть-чуть. По моим оценкам, объем работы здесь где-то более чем 50 видео. Мне кажется, это большая работа, которую предстоит сделать. Надеюсь, ее получится сделать. И она пройдет не зря. Она пройдет замеченная вами. Вы будете общаться со мной в комментариях, давать обратную связь. Я буду становиться лучше. И мы вместе найдем решение большинства недочетов, которые появятся в ходе решения этого проекта. А пока предлагаю вам подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео. Возможно, написать комментарий с какими-то пожеланиями либо уже с замечаниями. А я побежал работать на следующем видео. Пока.